Здравствуйте! Я хочу сегодня показать вам, как можно своими руками сделать веер. В интернете очень много мастер-классов, но они в основном сделаны из одноразовых ложек, одноразовых вилок. А мне хочется, все-таки это было из картона. Для этого что мы берем? Для этого нам нужен картон, вот обыкновенный, которым мы пользуемся. Можно цветной картон, можно еще бархатный картон взять, но я беру сейчас вот цветной картон. Возьмем картон красного цвета. Теперь на этом картоне мы сделаем полосочки размером 1 см и 19 см. Вот как раз из этого картона получается таких полосочек 21 штука. Но я вот это вот резать эти полоски не буду, у меня уже вот здесь заготовки. Это любой может сделать. Вот заготовки у меня есть. Теперь что делаем с этими полосками? Теперь на этих полосках с одной стороны мы их соберем вот так вот и с одной стороны шилом сделаем дырочки. Здесь у меня уже есть дырки. Можно сделать еще вот такой большой иголочкой дырочку. Так, вот теперь получились у нас с дырочками 21 штука таких полосок. Дальше нам нужна нитка с иголкой, с армированной нитками, бисер, можно бисер любой, это тоже не обязательно там какого-то размера. Какой у вас есть, такими можно пользоваться. И я еще пользуюсь вот пайеточками. Так, что теперь делаем? Через дырку я пропускаю иголочку через каждую полоску. Так, вот так вот. Так, вот так вот. Так, вот так вот. Теперь беру пайеточку. Так, вот так вот. Одну. И набираю бисер. Здесь, конечно, можно использовать вместо бисера бусинки. Только не крупные, вот средненькие бусинки можно. Так, ну, наверное, и хватит. Посмотрим, сколько сантиметров у нас получилось. Нам нужно так, чтобы можно было, допустим, вот так вот держать его. Вот, у нас хватило. Вот сколько сантиметров у нас получилось. Вот, 19 сантиметров. Вот, 19-20 сантиметров берем. Так, теперь, где у нас конец вот этой ниточки. Так, теперь здесь, с этой стороны тоже нужно нам пайеточкой, чтобы у нас очень хорошо держались вот эти вот полоски. То есть, получается, мы их закрепляем так, чтобы они вот так вот не уходили. Так ведь? Сейчас. Пайеточки. И опять я пропускаю это все. Так, через, через эту. Ну, очень, видите. Пайеточкой закрепили. И вот она, видите, никуда не уходит. Теперь вот через 7 штук пропустили нитку. И вот здесь вот нужно нам теперь закрепить. Вот здесь вот. Нитку закрепляем. И завязываем. Завязываем. Таким образом. Завязываем. Вот мы теперь закрепили. Вот мы закрепили вот этот вот конец. Вот у нас вот такие полосочки были теперь. Но нам ведь нужно так соединить. Вот здесь вот нужно соединить, чтобы они как-то держались. Что мы для этого делаем? Сейчас я еще беру вот такой материал. Ну, это у нас сеточка. Сеточка. Размер. Какого размера берем? Вот посмотрите. Я вот подложу вот сюда. Вот размер 19 получается. Здесь тоже 19. Получается два таких квадратика. Ну, ведь можно же иногда, допустим, не обязательно 19. Может, вы поменьше хотите. Тогда можно поменьше квадратики. Получается вот таких два квадратика. То есть получается 19 на 19 здесь. Это получается 38. Да? И здесь 19. Вот такая полоска. И из этой полоски мне теперь нужно сделать полукруг. Полукруг. Я сначала вот один раз его согнула. Теперь вот так вот сгибаю. Вот так вот сгибаю. Теперь опять вот так вот сгибаю. Уже получилось у нас 8 слоев. Так. Ну, еще один раз делаем. И теперь кончик отрезаю. И отрезаю еще раз. Берем, допустим, сколько здесь можно сантиметров. Вот 5 сантиметров берем. И получилось у меня вот такой. По округу вот такой. Так, теперь что будем делать дальше? Теперь нам потребуется еще вот такой клей. для бумаги. Нам теперь нужно приклеивать вот эту полосочку к этим к этой сеточке. Вот смотрите. Вот у меня вот так вот положу к концу. Так, теперь обмазываю клеем. И приклеиваю. И приклеиваю. Так, одну приклеили. Теперь вот между между следующей полоской нужно оставить такое же расстояние один сантиметр. Опять же намазываю. Вставляю один сантиметр между. И тоже приклеиваем. Вот таким образом все вот эти полосочки оставляем между полосками один сантиметр мы будем приклеивать. Это долго, потому что клей должен все-таки сохнуть немножко. Поэтому я делать это не буду. Сейчас я покажу как он должно получиться. Вот я приклеила. Вот они, видите. для чего один сантиметр чтобы одна полоска уходила за другую полоску ровненько. Видите, она вот так вот уходит. Поэтому здесь ровно столько вот эта полоска столько же оставляем между ними расстояние. Чтобы она вот так могла собираться. Вот мы у нас приклеенные. Но когда вот здесь клеим у нас вот здесь неровно получается мы потом их обрезаем вот здесь ровненько. вот получилась у меня вот такой веер. И прекрасно можно с ним пользоваться кстати. Спасибо.